Нормально своих граждан шкурить. Нормально, что люди здесь ездят, а ты как конченый стоишь, их снимаешь, в трафике отправляешь. Тебе по кайфу. Давай, переверну. Рабочие будни Владислава. Он оператор видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первый месяц занимает эту должность, фактически испытательный срок. И тут такое. 16 июня к камере подъехала машина. И началось. Передвижная снимала нарушения, а камера телефона – этот конфликт. Сам Владислав теперь считает свою новую работу опасной и не особо хочет узнаваемости. Поэтому и не поворачивается к объективу лицом. Машина, на которую он приехал, она уехала, испугавшись этого конфликта. И парень, который на меня орал, он просто побежал за ней. Просто человек побежал по трассе за своей машиной. То есть человек, который там сидел в машине, он просто срусил. На ваш взгляд, они специально приехали на это место, где стояла камера? Или они просто ехали мы? Мне кажется, что сейчас молодежь начала, так сказать, хайпать. Вот так вот, как бы, выкладывать все в интернет. Просто это чисто был хайп. Сейчас сеть пестрит способами расправы над камерами видеофиксации. Они поражают своей изобретательностью. В Саратове, видимо, тоже не отстают. Иногда на камеры нападают с другой стороны, чтобы не было видно водителя. Иногда просто идут на самый настоящий таран. И, видимо, абсолютно любая камера не оставляет водителей равнодушными. Интересно наблюдать, как водители снижают скорость даже при виде камеры нашей съемочной группы. Большинство из них уверены, все камеры фото- и видеофиксации – это чей-то бизнес. То есть все они являются частными. Владислав показывает, как правильно устанавливается устройство на участке дороги. Высота должна быть не ниже полутора метров. Наверху – две планки. Дальняя должна идти параллельно дороге. При себе всегда документы на саму камеру и обязательно заказ-наряд. Через минуту рядом останавливается внедорожник. Водителя зовут Рафик. Он тоже считает, что оператор купил эту камеру сам и зарабатывает на проценте от штрафов. Это все неправильно. А знаки есть? А где знаки? Вот знаки 60. 60-то понимаю, а камеры где есть? Нет, ну камеры есть. Можно справиться написано? Не ставить знаки? Нет, я про это против не имею. Надо соблюдать. Надо соблюдать. Все есть, надо соблюдать. А вот что стоит, что испрячет? Да, вы видите, что их прячут. Это сегодня испрячено. Вчера была машина предыкставлена, нигде ничего не видно. Заместитель директора государственного казенного учреждения региональный навигационно-информационный центр Владимир Федоров объясняет, все камеры в городе, на столбах и на штативах вдоль дороги – это их техника, то есть государственная и куплена на деньги из областного бюджета. Цена от 2,5 миллионов. За прошлый год было 14 нападений, за этот уже 5. Самая горячая точка – вверх по Волге. В Вольске у нас проблемы последние возникают. То есть в августе прошлого года нам, значит, расстреляли одну камеру. То есть она была не наша, она у нас была в тестовой эксплуатации. И в этом году пытались сжечь камеру, но не получилось. При этом оператор не сам выбирает место для установки, и оно не является так называемым «хлебным», как считает большинство водителей. Участок определяется аварийностью и рекомендован ГИБДД Саратовской области. Определен порядок. Порядок четкий в каком плане. То есть определяет госавтоинспектор очаги аварийности, после этого соответствующую заявку подается в РНИЦ. И РНИЦ на основании нашей заявки, то выставляет камеры. Никак не по-другому. Потому что и мы, федеральная структура, они тоже госструктура. То есть у нас частных нет в камерах. То есть это место, оно определено необходимостью? Ну, аварийностью оно определено необходимостью, а аварийностью. То есть мы же понимаем, что главная наша задача – борьба с аварийностью. Вот этим и надо заниматься. А больше остальное, я извиняюсь, финансовая составляющая госавтоинспекция вообще не интересует. Понимаете? Я имею в виду, сколько она там штрафов принесет или что эта камера. Понимаете? Это не наша. Наша задача в том, чтобы дисциплинировать водителей. Вот и все. В самом начале работы камеры фиксировали до тысячи нарушений в день. Сейчас за полгода выписано 550 тысяч постановлений. По словам специалистов Навигационно-информационного центра, цифра хоть и большая, но она меньше прошлого отчетного периода. Сейчас рекомендовано 150 мест по установке камер, но их всего 118. 55 из них в Саратове. Комплексов фото-видеофиксации недостаточно сейчас, но оно постоянно увеличивается. То есть мы систематически берем в тестовую эксплуатацию. В настоящее время где-то около 15 камер в тестовую эксплуатацию находятся. И оно постоянно увеличивается. Средства на приобретение или бюджет? Бюджет, да. Областные, да? Да. В этом году мы купили 7 камер. Сейчас камеры дорогие. То есть раньше стоила камера где-то около полмиллиона рублей. Сейчас где-то от 2,5 до 3,5. В прошлом году из областного бюджета выделено 150 миллионов на работу центра. Эти средства рассчитаны на целых 3 года. Хватит ли этого для полного охвата аварийных участков города и области? Неизвестно. Ситуацию с приобретением камер можно считать еще одним неудачным примером государственного и частного партнерства. А вернее его отсутствие в данном вопросе. Бизнес в Саратове не раз предлагал власти помощь с организацией системы фото- и видеофиксации, как это сделано во многих городах страны. Но до сих пор предложения натыкаются на стену непонимания.